Маббат а-يهуди и маббат а-нуцри на святого Духа отличаются. Христианский взгляд на святого Духа он таков, что Дух Святой является один из троицей. Но этот взгляд не сильно устроен. Если вы откроете энциклопедию, вы увидите, что в разных церквях и в разных движениях были разные понимания. Были те, которые говорили одна личность из троицы. Другие говорили похож на ангела. Третьи говорили, что Дух Святой это сила, которая сходит с небес. Даже в истории христианства существует такая дата разговоры о святом Духе. Распрая о святом Духе. Что мы из этого учим? Люди попытались зайти в Божью природу. И естественно у них не получилось. Это понятно. Посмотрите, как сегодня развилась наука. Но когда врачи начинают изучать человеческий мозг, они говорят, что мы практически ничего не понимаем. А когда начинают изучать душу, они ничего не понимают. Как мы ничего не понимаем о человеке, пытаемся о нем говорить? А еврейский взгляд на святого Духа. Это другой взгляд. Когда на святом языке говорят о святом Духе, практически всегда имеется в виду пророчество. И каждый раз, когда написано, что на нем пребывал Дух, говорят, что он стал пророком. Я говорю о разнице сейчас. Скоро мы будем говорить о практических вещах, которых стоит понять. То, что я сказал до сего момента, возможно, немножко даже нас путает. Я уверен, что здесь есть люди, которые могут поднять руку и сказать. Мы читаем в Бытие первой главе во втором стихе, что Дух носился над водой. Кто помнит этот стих? Кстати, на еврейском Дух, это не мужской род, а женский. То есть она, Дух, носилась. И они говорят, что да, это скорее всего одна из личностей Бога, которая представляет женский пол. Но если мы внимательно смотрим на то, что Иешуа сказал один раз, в один день Иешуа сказал следующее. Написано в Иоанна 4, 24. Он сказал, что Бог есть Дух. И те, которые поклоняются Ему, могут поклониться в Духе Истине.